Да ты мой красавчик, иди к папочке, иди сюда, иди, иди, папа погладит, иди, давай пойдем, пойдем, иди, иди, иди сюда, иди мой красава, иди, да не бойся, не бойся, не бойся. Всё, 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 засыпай, засыпай. Гектор погружается в сон. Так начинается его самое большое в жизни путешествие. Из Челябинского приюта, где тигру спасли жизнь, он переезжает на Дальний Восток, свою историческую родину, родину амурского тигра. В вольер обступили сотрудники приюта и журналисты. В воздухе напряжение. Время открывать клетку. Волнуются все, но больше остальных переживает тот, кто для дикого зверя стал не меньше, чем отцом. Это Карен Далакян. Попрошу сейчас при погрузке хищные животные очень сильно реагируют на звук. Никто не говорит никаких эмоций. Все шепотом. Резкие движения, пожалуйста, что-то не сделали. Мы все специалисты, мы знаем, как убежат от тигра. Вы, к сожалению, не сможете спасаться. Так что будьте аккуратны. Раз, два, взяли. И сюда. Молодцы. Вот так вот. Пока Гектор смотрит сны о жизни в тайге, они уже начинают сбываться. Сотрудники приюта ловко перемещают тигра в бокс. Это такая большая переноска для крупного зверя. Именно в ней Гектор отправится на Дальний Восток. Бокс с вентиляцией, чтобы в дороге было не так душно. И крепкий, с металлическим каркасом, чтобы тигр не выбрался раньше времени. Согласитесь, паника на борту самолета ни к чему. Сейчас Гектор погрузился в медикаментозный сон. Правда, продлится он всего 30-40 минут. А сейчас Гектора можно потрогать за хвост, и он точно не будет против. Подержать тигра за хвост к удаче. В это верят сотрудники приюта и загадывают желание. Сегодня оно на всех одно. Чтобы далеко от Челябинска Гектор чувствовал себя как дома. Хорошие руки полетел. Хорошие руки. Мы все напишем письмо, чтобы тебя не обижали. Как только от крепкого сна тигра очнется, он еще несколько часов будет дремать. Засыпать и снова просыпаться. К тому же перелет выпадает на ночное время, когда у тигра еще и естественное желание отдыхать. Кажется, доктор Далакян продумал все до мелочей. Но поведение дикого зверя непредсказуемо. После укола сна Гектор просыпается уже через минут 30. И сразу выражает протест. Тесное пространство пугает животное. Сможет ли успокоить тигра Карен Балакян или долгожданную поездку? Придется отменить. Не ругайся, не ругайся. Не ругайся. Не ругайся. Все хорошо. Все хорошо. Там тетя тебе чуть-чуть облудит и все. И все. Июль 2019-го. И это первые дни Гектора у Карена Далакяна. Здесь тигренок еще привыкает к тому, что люди – это не только те, кто причиняют боль. Они еще могут помогать и даже умеют любить. Тогда, три года назад, покалеченный тигренок отправился в свое первое долгое путешествие из Оренбурга в Челябинск. Преодолел 800 километров, чтобы оказаться в руках известного на всю страну зоозащитника и ветеринара Карена Далакяна. Здесь дикий зверь еще не догадывается, что этот человек поможет ему выжить и даже заменит родителей. Первый осмотр показал, что спина же деревянная. Буквально после укола он немножко комфортно стал себя чувствовать. Вот что такое. Играем. Играем. Да. А путешествовать Гектор начал с рождения. На свет появился в передвижном зоопарке Оренбурга. Звериная компания переезжала из города в город. Роковым становится Бузулук, где Гектора пытаются украсть. Прямо из клетки. В 6 утра некий молодой человек залез на территорию зоопарка и сломав дождь, который отделяет решетку от пола, что зоопарка пускается, берет за задние лапки и тянет в сиденье. Вор был наказан сначала по законам природы. Тигрица-мать кинулась на обидчика и разорвала плечо. А потом свое решение вынес и суд. За попытку воровства злоумышленник получил 10 месяцев в колонии общего режима. Вор так тянул Тигренка за лапы, что повредил позвоночник. Порвал ему коленные, тазобедренные суставы и сухожилия. К челябинскому айболиту Гектор попал только через три недели. И это усложнило задачу команде Карена Далакяна. После обследования стало ясно, что тигренок останется инвалидом. Ему нужна серьезная реабилитация. Чтобы вы поняли, тигр, то есть он полз. Даже в передних лапах силы не было. То есть он пил, пил лежа, мы ему челюсть поддерживали. Он кушал также, то есть мы кубиками нарезали говядину. Ну это все после того, как от молока козьего отошел тигренок. Так тигренок, которому суждена была кочевая жизнь в передвижном зоопарке, стал постояльцем в Челябинском приюте диких животных и сразу покорил сердца сотрудников и волонтеров. Вот этот хулиган уже второй раз опрокидывает воду. Опрокидывает. А я хулиганчик. Гектору отмечают дни рождения. Ой, какая вкусняшка. Рождение, Гекторик. Днем рождения тебя. Ему дарят подарки и даже оборудуют бассейн. Посмотрите на рыбалку. Тигр ловит рыбу. Трасса Челябинск-Екатеринбург. Дорога в аэропорт Кольцово. На улице 30 градусная жар. После наркоза Гектор был явно неспокоен. Каренбалакян принимает решение остановиться и проверить, как чувствует себя тигр. На пугасе, что ли? Котенок. Жарко, ребеночек, жарко. Кажется, Гектор смирил свой гнив. Уже не пытается разнести такой непривычный и тесный вольер. Успокоился и Карен. Бунт зверя позади. Даже людям, когда делают операцию, да, они тоже под наркоз, но их привязывают. Привязывают лентами специальными. Потому что есть стадия возбуждения после наркоза. В это время поведения организма никто не может гарантировать. Поэтому должен эти минуты пройти. Как раз эта минута получилась, то, что мы видели, что он стал биться. Кольцово. Грузовой терминал. Гектор летит в багажном отделении. Это знак негабаритного груза. А эта наклейка говорит, что внутри живое животное. Ну и, конечно, грузчики должны знать, где у ценного багажа вверх, а где вниз. Вот эти наклеечки поклеятся, потому что нельзя перевернуть тигра, который там сидит. Как и любой багаж, Гектора в переноске взвешивают. Табло показывает 287 килограммов. Все готово для погрузки. На момент расставания оттягивают волонтеры. Няньки Гектора. Как их называет доктор Далакян. Ну жалово. Уже все слезы, наверное, я выплакала сегодня. Но сейчас кожа все равно понимаю. Жалово, конечно. Очень жалово. Всегда радуется, когда мы приходим. Начинает бегать, играть. Свой приветственный... Фурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфурфуфурфурфурфуняшка. Мы вызовем фурфунеку, потому что он фурчит. Гектор, я тебя очень-очень люблю. Волонтеры расстаются с Гектором, скорее всего, навсегда. А вот Карен Далакян на несколько часов. Пять до посадки, еще шесть в полете. Правда, это ожидание для доктора становится мучительным. Головой, телом, душой, мыслями только ты там. Что с ним, что с ним. Все спят, и тебе берет вот этот мандраж, дергаешься. Это такая нервозность буквально с волос до ногтей. Любой шум, любой, не знаю, звук может вызвать такую неадекватную реакцию. И поверьте, очень часто они просто себя бьют до крови клетки железные для безопасности. Поэтому максимум надо их закрывать. Сильно закрывать вентиляцию воздуха, не хватает воздуха. То есть очень много есть нюансов. И все надо проработать, чтобы не было тех случаев, когда прилетаешь, открываешь, а животное уже мертвое. К работник склада, то есть по поручению руководства, он буквально каждые 30-40 минут подходит, фото делает и сразу бросает мне. Гемоглобин нужен. Полет – это нехватка кислорода в полете. Поэтому очень важно сейчас за неделю до полета он в основном сидит на таком, да, на таком питании, можно сказать, спецпитании. Это баранина, это говядина, все, что темное, это печень, это сердце. Вот, вот с удовольствием хрумкает. За три года, что Гектор жил в Челябинском приюте, доктор Далакян сделал для него все. Пожалуй, кроме одного. Зоозащитник мечтал о лучших условиях для подопечного. После лечения обычно он выпускает зверей в дикую природу, но у Гектора иная судьба. Животному с инвалидностью нужен человек и уход. А вместе с тем и свобода. Карен Далакян принимает решение передать животное в старейший на Дальнем Востоке реабилитационный центр. Нужны большие средства. Идею поддерживает компания Мурминерал, которая находится в Хабаровске и входит в группу РМК. Они взяли на себя все расходы. Даже я, как мужчина, тоже буду плакать. Это естественно, это нормально, это не первый раз. Но когда ты потом смотришь, в каких условиях, как живет твое животное, твое, тобою спасенное, да, уже в естественных условиях, это многого стоит. Там почти полгектара территория, а это, грубо говоря, это половина территории нашего приюта, в его распоряжении. В аэропорту Хабаровска Карена Далакяна ждут подписчики. Те, кто следит за судьбой Гектора в социальных сетях. Ради встречи даже отпросились с работы. Самолет опоздал на час, но все дождались. Всю ночь мы не спали. То есть как грузили, как они ехали, как летели. То есть все переживают. У него очень большая команда, именно, ну, блогерская, так можно сказать, поддержка и любовь всего мира. Но где же главный герой путешествия? Как перенес перелет? В тесном боксе Гектор уже сутки. Карен Далакян спешит оформить документы, но в грузовом терминале обед. Бокс не выдают. И встреча доктора с тигром затягивается еще на час. Я сейчас тоже подхожу тогда вместе с вами. И будем посмотрим его. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Очень хочется. Смотреть, как он долетел. Ай-яй-яй. Ай, губну разбил. Ай-яй-яй. Это миска. Миска, из которой он водичку пил. Ел там в аэропорту Кольцова. Ну, в дороге он решил наказать миску. Что-то ему понравилось. Это хорошо, что он был чем-то занят. Если что, острые края, чтобы чуть-чуть он повлетел себе губку, зато носик не повлетел. Да, где-то? Ну что, мы на месте. И, конечно, можно подумать, что мы где-то на Таганаю. Но нет, мы в самой настоящей дальневосточной тайге. В шести тысячах километрах от Челябинской области и в 130 километрах от Хабаровска. В реабилитационном центре «Утес». И сейчас Гектор будет знакомиться со своим новым домом. Тихо, тихо, пошли, пошли. Айда, айда, Гека, Гек, пошли, 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 иди сюда, иди. Иди, мой хороший, иди. Все, молодец, пошли, 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 молодец. Все, 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 умничка, умничка, иди сюда, иди к папе, иди. Видишь, какой новый у тебя дом? Необычно, да, необычное место. Необычно, да, Фейеркнул, молодец. Теперь у Гектора полгектара территория. За вольером огражденный участок дикой природы. Для новосела подобрали нужный ландшафт. Тигр будет ходить в гору и тренировать мышцы спины и задних лап. Прошедшие сутки были непростыми. Длинная дорога и десятки камер. Кажется, Гектор так устал от внимания, что при виде вспышек фотоаппаратов старается спрятаться в домик. Точно такой же был у него в Челябинске. Через неделю, возможно, выпустим вольер, посмотрим его реакцию, его состояние здоровья. Очень важно. То есть, как он с соседом будет. Сейчас выпускать нельзя, потому что будет стресс еще больше. И вот он ведет себя только, как бы затаился, спрятался. Это его убежище. Он должен привыкнуть к этой клетке. Гектору здесь точно не будет одиноко. Ведь в соседнем вольере уже 12 лет живет, не побоюсь этого слова, легенда Челябинской области. Уже не тигренок, а настоящий взрослый тигр Жорик. Жорик, привет! Привет тебе! С Южного Урала! Именно с Жорика 13 лет назад началась история приюта диких животных «Спаси меня». Тигр перенес 19 операций и 2 клинических смерти. Тогда Карен Далакян сделал невозможное. Вот такая удивительная история спасения. И кто тут? И кто тут? И кто? Кто тут? Сынотик, да привет! Привет! Да, да, да! Плачем, плачем! Да, 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 да! Привет! Я тебе братика привез! Карена Жорик встречает с особым трепетом. Последний раз они виделись полгода назад, но уже успели соскучиться. Жорик – долгожитель. В дикой природе тигры живут около 10 лет, а челябинец такой активный, что и пенсионером назвать его сложно. Именно поэтому доктор Далакян не сомневался, кому доверить Гектора. Директору реабилитационного центра Эдуарду Круглову он теперь доверяет как тебе. Жорик провожает, да, Жорик нас держит в своем поле зрения. Вот, видит, что почему-то мы медленно идем. Звук от папы, запах от папы. И говорит папа про Гектора, а не про Жорика. Да, и какая-то ревность я чувствую от тигра Жорика, что как-то этот папа мимо ходит, разговаривает, но на меня ноль не ваня. Карен уверен, совсем скоро, так же вальяжно, по своему участку тайги будет ходить и Гектор. Тогда тигры поймет, ради чего преодолел такой большой и сложный путь. И так же, как Жорик будет радоваться редким встречам с доктором Далакяном, человеком, который навсегда останется в сердце дикого зверя. Это мои полосатые, усатые, там, хвостатые дети. И вот эта встреча, вот этот плач, вот это облизывание рук, это вот как раз та награда, что не зря ты этим занимаешься. Тебе помнят, тебя любят и тебя ждут. Это самое важное. Он не относится ко мне, как, да ты мой мальчик, зовет папу. Ну, все уже, вот, потому что понимаешь, что все, сейчас мы уедем, вот. Но все мы, что делаем, да, что мы сегодня завершаем, это, чтобы было лучше нашим животным. Было лучше нашим животным. Я думаю, что варьер долго не будет пустовать, святое место пустое не бывает. Всегда найдется, к сожалению, найдется животное, которое нуждается в помощи, которому надо спасать. Мы дальше продолжаем работать и спасать животных. А самое грустное, когда я приеду в Челябинск, пройду мимо варьера, где жил Гектор, посмотрю, что он пустой. Вот тогда я заплачу. Да ты мой хороший мальчик, да ты мой малыш, ты спись. Хорошо, что он не чувствует, что мы расстаемся, это, это здорово. Пойдемте. Субтитры подогнал «Симон»